Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли композитор, писатель Владимир Мартынов. Очень рад вас видеть, Владимир Иванович. И осталось добавить, наверное, что вы вот с минуты, можно сказать, на минуту, слегка преувеличивая, еще и юбиляр. Ну да, есть такое. Концертный зал Чайковского соберет ваших поклонников, соберет ваших друзей, тех, кто любит, хорошо знает и очень хочет еще раз соприкоснуться с вашей музыкой. Что вы ждете от этого концерта, самое главное? Вы знаете, самое главное, что этот концерт не единственный, это просто заключительный концерт фестиваля, 20-й фестиваль, который начинается с 23-го, кстати говоря, происходит на двух площадках. В культурном центре «Дом» и в галерее Нади Брыкиной на Мясницкой. И там по два мероприятия. Днем это в галерее, вечером вечерние концерты. Причем тема обозначена так. Весь этот фестиваль называется «Тристана и Зольда. Продолжение». Дело в том, что вот Вагнеровский проект, это, наверное, самый грандиозный в истории культуры и западноевропейский проект, которому следовали, которому боролись. И весь 20-й век вообще это или же ожесточенная борьба против Вагнеровского проекта, или же какое-то восхищение. И, в общем, вот тень Вагнера, она нависает вообще не только над всем веком 20-м, но и над нашим, потому что вот это его идея, Гезам Кунтверк, это всеобщее и тотальное произведение искусства. Это его идея. Конечно, это его идея, его проект, воплощенная идея. Он в тетралоге это воплотил. И, в общем, вот отголоски разные. Там мысли борьбы можно вспомнить или Рэдди Мэй Дюшан, или Кейджевские вещи, Евроопера, которые тоже соперничают с этим. А в наше время уже такое поп-культура, это, конечно, и «Звездные войны», и «Властелин колец», и «Борьба престолов», «Игры престолов». Это все, в общем, это вагнерский проект, от которого мы никуда не уйдем. И вот этот весь мой, как сказать, фестиваль, он посвящен вот этому диалогу с этим вагнерским проектом. Ну, Тристана и Зольда, мне кажется, иногда даже меркнет на фоне как раз упомянутой вами тетралогии «Кольцо Небелунга». Это будет пошаговая история, потому что Вагнер не скончает. Нет, никакой пошаговой истории, это просто споры насчет вагнерского проекта с родными людьми, и с «Опус Поста», и с Татьяной Гринденко, и с молодыми совсем людьми, с диджеями Зурка Темпл, у меня там будет лифт электроника, и молодые такие джазмены. В общем, это вот Вагнер или антивагнер, это одно и то же, потому что от него никуда не денешься, как бы к нему отрицательно, или положительно, не отнестись, но во всех мыслимых контекстах. Я напомню нашим зрителям, что «Пост Опус» – это ансамбль, очень знаменитый, который был создан Татьяной Гринденко, выдающейся совершенно исполнительницей, она скрипач, и она лауреат, по-моему, самых престижных, да, и Чайковского, и Нявского, и очень много лет вместе сотрудничаете. И, насколько я помню, вот эта цифра магическая – 20, ведь она здесь у нас присутствует, и 20-й фестиваль, и день рождения ваш как раз 20 февраля. Много-много лет вы сотрудничаете вместе. Что она и ее ансамбль, ваш, можно сказать, ансамбль будет исполнять? Ну, во-первых, вот первый вечер – это как раз Тристана и Зольда продолжение, первая реплика с ней, а заканчивается «Дерапшит» в зале Чайковского тоже. Ну, это связано с прощанием, это же по-немецки. Да, 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 да. Но это песня о земле, песня о земле Малера. То есть, потому что Малер, конечно, входит в этот Малерский проект, Вагнерский проект, и смысл в том, что эти песни о земле вот мы пытаемся превратить в песни о небе. То есть, какой-то тоже, как бы сказать, спор или дискурс с Малером, тоже с величайшим произведением этим. Вот. И, значит, вот тоже такой диалог. Ну, так образно говоря, оттолкнувшись от земли, пытаться приподняться. Ну, да, если ты можешь самонадеянно выглядеть, но тем не менее. Это же Дмитрий Дмитриевич Шостакович, по-моему, говорил, когда его спрашивали, если вы окажетесь на необитаемом острове, что бы вы хотели? Да, он именно, песня о земле. А, кстати говоря, у нас перед этим был разговор о Кунстерфуге. Вот Щедрин оказался сегодня немножко хитрявым, а на необитаемом остров я бы взял Кунстерфуге как раз. Да. Мы просто перед эфиром с Владимиром Ивановичем говорили о величайшем цикле последнее, крупнейшее произведение Иоганна Себастьяна Баха под названием «Искусство во фуге». Целая вселенная музыкальная. У вас ведь были разные периоды в жизни. В какой-то момент от авангарда стали двигаться к новой простоте. Это справедливо? Это справедливо. Это относится не только ко мне. Это было целое такое веяние, через которое я один из немногих. То есть один из, тут можно назвать, Пярты, Сильвестрова, Али Корабиновича. И у нас это все одновременно происходило. Мы в это время, не могу сказать, что много общались, но очень плотно, когда общались. И вот тогда у нас было полное отталкивание. Не только от Шнитки Губайдулина, Денисова, это был полный разрыв. Но и от Штохаузена, от Булеза, от Кагеля. То есть вот такой разрыв с авангардом. Может быть, вам будет интересно, я вспомнил о письме Сергея Сергеевича Прокофьева в газету Los Angeles Evening Express за февраль 30-го года. Это фактически такой был ответ, как интервью. И вот Сергей Сергеевич пишет в 30-м году, что, на мой взгляд, выражение модернистский, читая авангардистский, давно устарело. Музыка становится проще, и новая простота свойственна сочинениям многих композиторов. Причем ударение следовало бы делать на слове «новое», ибо и раньше наблюдались периоды возвращения к простоте. Как интересно перекликаются времена? Ну, это вот не совсем перекликается. Вот хотелось, это, в принципе, какой-то вот кивок в сторону тогда вот процветающего неоклассицизма, которым Стравинских всех заразили вообще, да. Поцелуем феи, да? И не только поцелуем феи, но начались там с Пульченелы, там и царь Эдип, в общем, все-все это. Ну, вот после того, как Прокофьев написал эти вещи, после Второй мировой войны, в 50-е, это невиданный расцвет авангарда, это Шокхаузен, Булеск, ну, в общем, это так и называется, второй авангард, и, в общем, там какие-то вершины были совершенно, как сказать, недостижимые, так что Прокофьев немножко тогда поторопился. Для вас доставляет удовольствие сейчас приходить, ну, я говорю сейчас, исключая понятия пандемические, мы берем более широкое понятие, приходить в филармонические залы, слушать, ну, скажем так, очень популярных исполнителей, или вот строго селективно? Категорически нет. Я вообще пытаюсь филармонические концерты вообще не посещать. Меня вот интересуют больше такие вот, куда я хожу действительно так, это вот на рок-концерт. Вот у меня вот мой ближайший друг Лёня Фёдоров и вот его концерты с аукционом, и та публика, которая ходит на него, резко отличается от филармонической публики в какую-то вот гораздо лучшую сторону. И вот мне бы хотелось быть ориентированно скорее вот на ту публику. Потому что там больше жизни. Больше жизни, больше качества. В связи с юбилеем нам совершенно с вами не грех вспомнить какие-то, может быть, очень яркие моменты, связанные всё-таки с огромными именами, когда вы понимали, что с вами что-то происходит. Ну, как, например, на Тристане и Изольте, да? Ведь вагнеровская магия заключается в том, что вдруг в какой-то момент при стечении счастливых обстоятельств ты вдруг понимаешь, что с тобой что-то происходит, он с тобой что-то делает. Вот когда с вами такое происходило? Ну, происходило, во-первых, вот, значит, если мы... Я Глену Гольда живьём слышал в 58-м году, когда он... Вот это был вот такой шок, который меня вот жизнью всё перевернуло. Это даже было несравнимо с Ван Клиберном, когда тоже это был психоз. Но, конечно, вот это впечатление Глены Гольда с Гольдом Барковариацией. Потом я Кундерфуги там с ним слышал и так далее. Вот, потом был, конечно, такой шок с открытием Сравинского, когда мне было тоже где-то уже... Когда он приезжал, Игорь Федорович, да? Ну, нет, у меня до этого, вот, когда он уже приезжал, он для меня был царём и богом. Это само собой... Ну, открыто я его раньше, конечно, вот. Так что это вот второй такой шок. Вот. Но потом у меня был ещё ряд шоков, это связанное с фольклором и с тонографией, когда это вообще полный переворот у меня в жизни настал. Вот. Но потом, конечно, рок-музыка и Битлзе, Роллинг Стоунзе. И, конечно, уже вот, когда я окончательно подсел, это Роберт Фрипп и Кинг Римсон, это Йес, это Дженезис. Ну, вот, после этого как бы ничего уже в ней не трогает. Но ведь в ваших силах, обладая фантастическим инструментом, вашей школой, вашим опытом, попробовать объединить всё то, что вас устраивает в классической симфонической музыке и всё то, что есть живое в роке и в этнической музыке. Ну, вы знаете, я сейчас, во-первых, этим я занимаюсь, потому что вот какие-то мои такие фундаментальные вещи, которые, как считаю, фундаментальными, это они связаны с этнографией, это с хункурту, это дети-выдры или там. Да. Вот. Но всё-таки это уже лет 15, да? Сейчас вот мне самое интересное сотрудничать вот с многодыми диджеями, вот с живой электроникой. А потом я сам играю как бы сольно, такие медитативные большие вещи, больше часа идущие, минималистические. Вот это мне, так сказать, сейчас больше всего... То есть в них происходит какой-то синтез и какого-то рокового опыта, и классического опыта, и этнографического. Это ни то, ни другое, ни третье, но какое-то вот, ну, как мне кажется, суммирование. Вы автор потрясающей музыки к очень и очень серьёзным кинематографическим высказываниям. Ну, достаточно вспомнить, например, Сорентина «Великая красота». Вы сразу чувствуете тональность композитора? Нет, ну «Великой красоте» там... Он просто взял готовую вещь. Это для него не написано, нет, нет. Я, опять же, посмотрел по хронологии. Ну, скажем, последние 5-7 лет вы не сотрудничаете с кинематографом. Ничего интересного для себя вы не видите в том материале, который... Да, ну, знаете, я так вот, мне кажется, как я понимаю, может, правильно, может, неправильно. Но вообще сотрудничество композитора с режиссёрами это немножко такое поколенческое дело. То есть вот я сотрудничаю с теми режиссёрами, которые сейчас, ну, тоже немножко, по-моему, я не знаю, что они сейчас там делают. Назовем так, меньше возможности снимать. Да, 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 да. Просто нет, сейчас другое поколение совершенно, а другое поколение режиссёров, оно уже с другим поколением. Там Курлянский, Невский, там вот они, их сейчас время, там ещё какие-то композиторы, которых они знают, я их вижу, но я не вижу тех режиссёров, с которыми я работаю тоже там. Что там Дрошитова сейчас не особенно видно, там вот того же Прошкина, там... Очень спорное осуждение, но я как-то спросил одного очень высокопоставленного служителя церкви, и вопрос заключался в том, что вот жизнь Рахманинова, например, жизнь Шостаковича, можно ли их назвать в каком-то смысле святыми, потому что всю свою жизнь они были преданы, ну, скажем, святому духу. Ведь музыка в каком-то смысле это святой дух. Они в какой-то степени были мучениками. Они были кто-то оторваны от Родины, кто-то оторван от спокойствия. Этот чин мне сказал, что нет. Святые – это святые, да? Это определённые, в общем, как сказать, призвания. И, понимаете, может быть, какие-нибудь великие музыканты, они больше страдали и как-то, я даже не знаю, может быть, были крупнее как личности, да? Но к святости это никакого отношения не имеет. То есть вы в этом смысле не согласны с… По-моему, Мережковский это тоже очень часто обсуждал и говорил о том, что вот было время отца, да, царства отца, царства сына, но ведь триединство должно наступить в царство Духа Святого. И как раз искусство… Ну, знаете, зачем вы говорите о Мережковском? Это Иохим Флорский ещё в XIX веке, да? Ну, совершенно верно, конечно. А и царство Духа должно было наступить там 1260 каком-то там году. Но его собратья по католической религии быстро прищучили. Да, он как бы чуть ли не еритик, хотя очень уважаемый до сих пор. И, в общем, он оказал огромное влияние на вообще вот и на европейскую мистику, и на европейское бегословие. Но к нему всегда вот это, конечно, с подозрением. Это о царстве Духа. Так что, а Мережковский – это просто такой продукт замечательный, вот серебряного века. Они же там вообще чёрной мессой занимались, там кровь из пальца пускали, башни и узы. Это совсем другая история. Ну вот, в общем, это вся та же история. Когда он говорит о Духе, это надо иметь в виду. Вы сейчас работаете как литератор, что-то пишете? Я бы не знал, что это литературная деятельность, это книжная деятельность. Но вот сейчас я вот готовлю просто, надеясь, что если ничего не помешает, вот на нон-фикшн должен был выйти вот вторая часть этой книги «Перемен», тоже полуторитысячные страницы, да, там, в общем, это двухтомник, три тысячи страниц вообще. Так что вот я сейчас корректурой, редактурой непосредственно занимаюсь. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Концертный зал Чайковского, 20 февраля. Я, напоминаю, там совершенно фантастические музыканты соберутся. Ну, и вы титульный композитор этого вечера. Спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Мартынов сегодня в главной роли. Низкий поклон. Еще раз поздравляем замечательного мастера с юбилеем. Обязательно увидимся.